У меня есть одна информация, что тебя ебали в рот. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Добро пожаловать ко мне на стрим, ребята. Всё, блядь, я всё расстался. Давно не виделись? Очень давно, блядь. По стримам, конечно, соскучился жёстко, блядь. Фон охуенный. Спасибо, ребят. Да я ещё вещи не успел разложить. Азиз на первом этаже там у меня, забейте пока. Чё вам могу рассказать? Переехал в новую квартиру. Конечно, пиздец, блядь. Конечно, я зажрался страшно, блядь. До сих пор пока не осознаю, что я в этой хуйне живу, в этих помойках, блядь. Ну, может быть, когда я на нормальную квартиру перееду. Интернет появился, ребят, 800 мегабит. И то у меня на первом этаже роутер стоит. Я с Wi-Fi сейчас на ноутбуке сижу. И, ну, хватает. Хватает вообще полностью. Ну, я ещё, если чё, протяну сюда ещё, на второй. Лагает. Ну, вы придурки просто, вот почему вас лагает. Я вам серьёзно говорю, вы подумайте над этим моментом. Вы попробуйте себе телефон нормальный купите. Не андроид, блядь. Всё не будет лагать. Я вам серьёзно отвечаю, не будет. Ну, конечно, я зажрался 100%. Моменты есть, да. Да, блядь. Да, признаю, блядь. У меня теперь терраса вот здесь слева, короче. У меня студия. А, теперь у меня туалет ещё вот тут. Тут прям метр идти до туалета. Теперь мне писать не надо. Это коттедж? Нет, это не коттедж. Это пентхаус, да, считается? Блядь, я когда произношу, мне даже неудобно, короче. Поняли, когда я про хата что-то рассказываю, мне как-то не по себе, блядь. Ну, она сделана под загородный дом. Я охуел, но здесь реально тишина, короче. Ну, блядь, как-то сделано, как будто ты реально в загородном доме находишься. Да, даже брейнмапса охуел. Да, он вчера приезжал в тиктоке снимать. Я такой, нихуя-то, говорит, мразь, блядь. Вот так мне сказал. Я говорю, что сказал, блядь? Что ты так базарил? Ну, короче, подрались он мне от пиздошу. Почему ремонт, как на старой хате? Да такой же. Тут просто шкаф стоит другой, но он теперь красивый шкаф, нормальный. Будешь ремонт делать, как у Ховы? Да. Да это не моя квартира, ребят. Была бы это моя квартира? Бля, ну я надеюсь, что вдруг я очень популярный стану. Знаете, что я прям долларовый миллионер буду. Я сразу эту квартиру куплю. Но я спрашивал у хозяйки квартиры, когда я договор подписал на аренду. Я говорю, а вот если вы продавать будете квартиру, ну, типа, как вам, типа, за какую цену? Она такая, ой, говорит, даже обсуждать не стоит. Я говорю, ну, хорошо, от какой цены вам интересно было бы говорить? От 30, типа, миллионов. Ну, я так из головы взял, типа, интересно было бы? Она такая, нет, конечно. Я такой, блядь. Ну, ладно, короче, не в этой жизни, блядь. Следующей жизни, когда я буду другим человеком, поняли? Вот, может быть, блядь. Я говорю, ну, вот 30 миллионов, типа, вам бы хватило? Она такая, у нее такое лицо, она так скорючила его, знаете, типа, нет. Я такой, блядь, ты че? Надо казик, да, блядь? Ну, я ради такой, ну, ради такой квартиры вас всех продам, нахуй. Когда в следующей жизни мистер бистом буду, тогда да, тогда куплю 100%. Выпустили клип с Брейнмапсом. Он в трендах. Ой, каких-то, нахуй, трендах? В чартах, чартах. Сейчас я на Яндексе посмотрю, какое там место. Наверное, первое. Опа, 39-е уже место. Сейчас ЧСВ обгоним лиды. Ха-ха, лида, ха-ха, блядь. Ну и че теперь лида? Нормально, нормально, 39-е место. Раскачиваем, раскачиваем потихонечку. В чарте ВКонтакте, по-моему, так и не появилось. У меня вопросов очень много. Но я никого не обвиняю, не пытаясь там че-то, ну, короче, поняли, че-то там поругаться с какой-то платформой определенной. Но странно, что у меня галочки ВКонтакте все поотбирали. Меня не зовут на ВК-фест, хотя всех моих друзей зовут, всех. Меня нет, не зовут на ВК-фест. ВК-клипы со мной не хочет работать, никто не хочет со мной работать, блядь. А в чарты я вообще не попадаю. Ну, я не обижаюсь, ну, просто странно, реально, блядь. Неужто я реально... Ну, вот если так присмотреться, да, если треугольники поднять, блядь, может, я реально че-то кому-то че-то сказал? Да я никогда на ВК не пиздел. Ну, может, сказал, что ВК в видео хуйня? Я же реально очень плохо пока. Прикиньте, реально, если вот это, ну, не случайности все, что я думаю, наверное, случайности. Ну, невозможно, блядь, чтобы вот так вот. А прикиньте, реально топят, блядь. Я говорю, без обид, не вот, не сижу там. Я сейчас не сижу, ногу на ногу не закинул. Вот эти меня просто не котируют. Да это хуйня? Ну, реально, кринж, блядь. Просто вот, ну, реально момент странный. Ну, ладно. Два ляма на клипе, да? Ну, вообще, заебись, да, за 3-4 дня. Жирновато че-то даже, я бы сказал, блядь. За 4 дня, да. Ну, сука, у меня там проблемы, блядь, с этим, нахуй. С Ютубом, блядь, надо его раскачивать. Могло бы быть больше просмотров. Ну, ладно, ничего страшного. Че будет совместка на канале Макса или Бэкстейдж? Слушайте, за его канал ничего говорить не буду, хорошо? Ну, наверное, просто все. Вот на это бы закончил. Про его канал говорить не буду, может быть. Может, да, может, нет, хорошо? Как ты, Брайн, заставил тиктоки записывать? Ну, вот так. Я ему позвонил, сказал, слышь, нахуй. Тебе пиздец, блядь, если не снимешь, блядь, и все. Да это самое, мне Лида написал, сказал, говорит, блядь, ты же в курсе? Чтобы у вас, говорит, прям песня двигалась, ебашьте тиктоки, поснимайте. Я такой, блядь, ну, на самом деле, да, да. Хорошая идея. Все, Максу написал, он согласился, че проблема? Вообще клип хорошо приняли, вообще суперски. Прям все, что я задумал, все, что я вкладывал туда, все выкупили, все четенько, блядь. Расскажи про полицию в клипе. Да, ребята, там сливали, да, что, ну, я и в клип заснул, где они флаг там, типа, фоткали. Да ничего такого, просто большое скопление людей. Там просто я видел, что в тиктоках писали, что, ну, вот те, кто там был. Ой, плохая полиция приехала, начала на всех газовать. Да ничего такого не было. Приехали, да, конечно, быстро ушли, ребят. Приехали два полицейских, спросили, че у вас тут, я подхожу, мы там, ну, рассказали. Клип снимаем, вся хуйня. Так, понятно, а че за флаги? Я говорю, ну, вот, типа, типа, атрибутика клипа. Все, в принципе, спросили, че-то, пару вопросов, флаг сфоткали. Ну, типа, вдруг че-то, ну, вы поняли, да, вдруг че-то там такое. Политически настроены. Все, и уехали, никаких проблем вообще не было. Все, говорит, снимайте дальше, пацаны, никаких проблем. Че еще вам рассказать? Да, бля, вообще очень много всего произошло, ребят. Мотивация у меня вот такая, блядь. Вот так, ой, блядь. Короче, вы поняли, вот такая, вон там она, блядь. Очень мощно пошло дело, блядь. Сейчас буду себе, осталось только для команды мне найти чувака, который все снимать будет, монтировать. Ну, не все, естественно, а вы поняли, короче, режиссера, так скажем. Надо будет все поднажать на YouTube-канал, короче. Кстати, я могу про клип тоже рассказать, как песня создавалась. В принципе, если вам интересно, ну, в принципе, пока хайп есть, да, на эту песню, можно рассказать, в принципе, там, какие-то подводные камни. Начнем с идеи. Короче, с Максом мы списались совершенно случайно. Или не помню, по какой теме мы списались. А, возможно, когда я, ребят, делал реакцию на его песню с МС Кисулей. Мы же списались, я там такой, ну, немножко кринжанул. Он написал, что, типа, бро, я все понимаю, типа, это специально, типа, кринж. Я такой, да, конечно, конечно. И вот тогда, по-моему, у нас что-то по-совмесски пошли идеи. Сначала просто ролик снять, я потом сказал, давай снимем клип. Он такой, блядь, давай, только я не умею, типа, не петь, ничего, разберемся, блядь. Вот, кстати, тоже по поводу идей я вам обещал рассказать. Короче, у меня был тикток, лежал месяцев девять, короче, один. Сейчас, как мне зазумить себе? О. Короче, вот он, тикток, откуда я взял идею, короче. И она у меня очень долго лежала. Это, короче, тикток чуваков, короче, каких-то американцев, которые снимают, ну, вы сами поймите. Типа бандюги, короче, поняли? Да, сука. Я когда это увидел, я такой, блядь, надо снять. Это же гениально, блядь, это очень крутая идея. Я ее хранил у себя, думал, когда-нибудь я ее реализую, поняли? Я говорю, а давай сделаем, типа, бандитский клип с доброй песней какой-нибудь про любовь. Он такой, да, прикольная идея. И потом только мне еще, после выхода клипа, ребят, за свое оправдание, ну, мне показали фо бац. Короче, я отвечаю, ну, можете поверить, можете, нет, сути это не меняет, правильно же? Просто вот говорю, как есть. Короче, мне вот этот клип показали, вот этого чувака. То есть песня, я его слышал раньше, мы реально часто в тачке гоняли, но я не знал, что у нее такие клипы, поняли? Я реально не знал, смотрите. И у нее, типа, поняли, песня про любовь, ну, с гангстерским таким уклоном, короче, видите? У меня что, работает, да? Ха-ха-ха, сука! Ну, ну, ну да, да, идея та же. Но мне кажется, здесь на полном серьезе сделано, потому что лично для меня, ну, мне нравится вот этот вайп, который у нее в клипах, да? Он не с приколом, как у нас сделан, мне кажется. Тут реально, ну, песня такая печально-гангстерская, да? Она же в любом случае звучит так, типа, звучит как будто для 14-х, да? Типа, по райончику ездить. Ну, короче, вы поняли, то есть идея не у этого чувака взята, но вообще, сука, прикольно, блядь. Начал я садиться писать песню, у меня нихуя не получалось, я написал демок 5. Все не то, короче. И не то, и не то, сука, я хочу домой. Да-да-да-да-да-да-да-да. Песня, вообще, изначально, она писалась не для меня. Вот, которая, я пью гранатовый, я, короче, ее писал одной девушке. Ну, я не буду палить, короче, потому что я ее потом буду продить, как проект, короче, не буду пока палить этот момент. Вот, короче, эта песня вся, реально, я вам серьезно говорю, бит, короче. Я вам сейчас покажу бит, который изначально какой был. Короче, я его писал для девочки, короче, одной. Во-во-во-во, самая первая демка. Ты прикиньте, да какая нахуй енина, боже, бля, вы заебали меня с этой ениной, боже, да всем насрать, блядь, вот. Не надо мне писать, что, ой, вот, если бы вот такой бит был бы, было бы лучше, вот это, давайте эту хуйню оставим, потому что это писалось для девочки совершенно с другим вайбом, короче. И текст тот же был, поняли? Короче, и я писал от лица девушки, что я, я пью гранатовый, и швен, спать, забивая боль, затяну кет. И там все было от женского лица. Ну и, короче, я такой, блядь, что-то я перед сном лежал, у меня все не получалось, песню написать с Максом. Что-то переслушал все демки, вообще все, которые у меня есть, услышал вот эту. А мы что-то хуй забили пока что на этот трек. Я пишу этой девчонке, так скажем. Я пишу, говорю, а можно я, типа, заберу, ну, который я тебе писал, заберу себе с текстом. Она такая, да, конечно, что-нибудь еще напишем. Мужской рот на женский поменял, некоторые строчки поменял, и все, получился, короче, мой куплет. И мой куплет, короче, то есть вы поняли? Я вот сначала для девушки вообще писался, от лица девушки пел. А, и вот этот синтезатор, который пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, он тоже был, короче, в этой демке, которую я писал изначально. Я его просто перенес и все. Ну и все, я что-то посидел, припев послушал, такой, ну что, таря-ля-ля, не по-жиди ты, пацанов. А пацанов, короче, тоже там. Ну, блядь, я говорю, песня хорошо получилась, сто процентов. Даже не потому, что там охваты большие, да, и форс ее большой. Она вообще сама по себе идеально сложена получилась у меня. Хотя звук мне не особо нравится, я бы хотел пожирнее, поинтереснее, по-другому бы сделать. Но это похуй. Почему пацаны? Блядь, это же хэштег просто обычный. Ну, типа, поняли? Слово пацана, короче. Ну, вы поняли, да, вот это уловку, блядь. Потому что слово пацана, это так, немножко вот это, слово такое триггерное, короче, я даже вот из-за этого её припев поставил, короче, ха-ха-ха-ха, поэтому, прикиньте, прям, как всё хорошо сработало, блядь, вообще супер, проблемы с клипом были, были определённые, никого уж обижать не буду, там, кто снимал, не снимал, ну, просто говорю, как факт, да, меня полностью освободили, убедили в том, чтобы я не искал сам массовку, хотя я её уже искал, поняли, ну, короче, клипом не занимался, получилось не очень. Моментами там с массовкой, я считаю, проблемы были определённые, короче, они не особо колоритные были, хотя вот у меня, блядь, на почте или где там у нас были пацаны огромной, здоровой, которые готовы были сниматься, ну, блядь, короче, блядь, ну, проёбы были. Его мне смонтировали, ну, тоже, опять же, очень плохо, мне пришлось сесть, перемонтировать, заново перекрашивать, короче, ну, блядь, этот клип заебался делать, вообще жесть. Я полностью его перемонтировал, да и Максов ещё мне перемонтировал, но тоже не тот вайп, короче, я всё-таки сам всё делал, графику я сам, если вам интересно. Там графика, вот, пацаны, которые мне всегда делают дабл кап, там их графики половина, то есть остальное всё я сам вручную делал, как придурок сидел, сердечки летающие, поняли, это всё хуйню. Вот этот переход в кулон, когда вот сердца, это тоже я вручную, там видно, что криво, это я, блядь, делал, короче. Вообще, сняли за день его, очень долго с ним еблись, у меня там ещё проблемы определённые были, ну, я уже говорил на других стримах, не хочу эту тему поднимать, короче, вообще, да. Ну, были проблемы, так скажем, с выкладкой музыки, теперь эти проблемы решены, вроде бы, но пока что да, процентов 90, поэтому всё чётко. По поводу, да, записи трека, почему так Макс запел, да вообще, мы охуели на самом деле. Я писал ему текст, когда я писал его, ну, ниже, под свой тембр, да, чтобы ниже, потому что я сам, ну, сами знаете, не обладаю вокальными данными какими-то восхитительными. И когда мы сели на студию, у меня есть Влад Михайленко, да, по-моему его фамилия, который, так скажем, я беру как режиссёра записи. Это человек профессиональный вокалист, короче, он умеет тебя продуть, правильно, продуть, продуть, короче, поняли, чтобы у тебя дыхание хорошо было, голос поставить, короче. Вот, я его взял с собой, короче, у Макса что-то не получалось, не получалось, мы его продули, предложили спеть повыше, а он так охуенно поёт, ну, то есть, когда продут, и уже поняли, с поставленным голосом. Ну, он там полчаса сидел, я ему отвечаю, он на студии сидел, и всё, и реально, и он берёт высоко, и я вообще не вспомнил, и он прям, ну, короче, у чувака реально тембр очень высокий, блин. Это для меня открытие было сто процентов. Естественно, там, с дубля какого-то там определённого, да, он правильно спел, но все же должны понимать, что да и я не с первого дубля записываю, все записываются нормально. Там писали, что, бля, вот это меня больше всего бесит, вот эти эксперты в музыке, бля, да это автотюн всё, там всё ему выпрямили. Бля, ребят, а вы попробуйте, нахуй, скачайте себе автотюн и спойте в него. А вы реально попробуйте себе автотюн, бля, FL Studio какого-нибудь, скачайте с плагином автотюна и спойте в него так, чтобы звучало хорошо. Автотюн вам, ребята, это не магическая палочка, которая всё исправляет, понимаете? Это надо ещё спеть так, чтобы автотюн тебе исправил всё. Надо спеть хотя бы приблизительно в ноты, бля, что... Конечно, там есть автотюн, ну, у него в голосе, у меня. Конечно, он есть, конечно, есть мелодай, ну, то есть, вручную исправляли. Но невозможно сделать так, чтобы ты вот так спел, и у тебя прям, поняли, ты в автотюн загоняешь, и у тебя идеальный, типа, голос. Да это бред, ебаный, чуваки, опроснитесь, бля. Он реально охуенно спел, он реально охуенно спел. Да, мы поправили, там, какие-то неловкости, там, где-то, где-то у него, там, подкосил голос, но это у всех так, у всех, кроме профессиональных самых певцов, бля. Как будто поёт, да-да-да, бля, ну, короче, не-не-не, не надо Макса засирать, что, бля, типа, да это автотюн тебе исправил, бля, ну, надо ещё спеть так, чтобы автотюн исправил, понимаете, о чём я говорю? Чё за девочка танцевала? Ребята, она даже не знала, где снимается. Вот эта девочка, которая хуярила там, она даже не знала, где снималась, она отдельно приезжала, насколько я помню, пока нас не было, где-то мы грелись, она под другие песни, короче, просто ей песни какие-то рандомные включала, она танцевала. Мне кажется, она даже не в курсе была, у кого снимается, короче, ха-ха-ха, прикол. Да вообще, сука, да получилось, бля, я очень волновался, что не получится, с обманкой я волновался, что не получится, короче, вас обмануть. Ну что, дрил песню сначала с тизером сделать. Вообще всё так хорошо зашло, и, блядь, и люди все выкупили до единого. Я сидел только чем занимался, это разбирал вещи в доме, да, и это самое, и реакции смотрел, постоял. Кстати, по поводу реакций. Знаете, кто больше всего угадал? Это, по-моему, Виджи. Виджи угадал, короче, он нашёл референсы, по которым сводили, который, let's start a fight. Ну, я, кстати, эту песню показывал на стриме, может быть, поэтому он, типа, угадал. Бля, реально, чел всё выкупил, вообще всё разобрал, всё выкупил, угадал референс, по которому я реально писал песню, сводил, прикиньте. Ну, ещё Rock'n'Roll Queen я брал, вот это. You are the sun, you are the only world. Вот эту хуйню, короче, вот эти две песни, референс был этой песни. Короче, я понял, в чём наёбка, видимо, в том, что, короче, ну, на тизере-то выглядел, там ещё, по-моему, дриловый бит был. Типа, сейчас будет какой-то рэпщик жёсткий, а тут песня такая, про любовь, короче, такой, да. Во-первых, хочу сказать, что, да, вот мне, как Олд, вот этой всей питерской, туз и так далее, я хочу сказать спасибо Даню, да, вот, что он сделал клип. И почему-то вот у меня прям вайбец какой-то прям, блядь, словился, блядь, как будто 18-го года, блядь, типа, чё-то такого плана, блядь. Во! Вот это, блядь! Вот эту хуйню мне напоминает, блядь. Ну, аккордики, естественно, другие и так далее, ну, чё-то, чё-то есть, да, и вот это тоже, вот этот войс, который запичен, наверное. Смотрел РЗТ, конечно. Я очень ждал РЗТ, когда, бля, ну, тоже приятная у неё реакция, тоже человек всё выкупил. То есть не стал засирать, потому что у нас там текст, ну, откровенно, хуйня, да. Ну, он другой не должен быть в этой песне, да, текст по-любому должен быть хуйнёй, потому что песня должна быть такая, типа, ну, поняли, да, беззаботной, максимальной, поэтому текст должен быть, там, два раза рифмы на боль, короче. Я думал, бля, как он меня выбит за такой текст и не выкупит. Всё понял. Так и сказал, что... Она совершенно не душная, потому что тут у нас есть такой переход, мы ждём, ждём, да, и музыкальный переход происходит, и начинается дроп. Технически неплохо, но погружение, к сожалению, да, не особо. Что удивительно, в вокальном части, да, в вокальном партии, вокальной партии поинтереснее звучит. Для того, чтобы это шоу работало хорошо, песни должны быть интересные. То есть не просто там образ и сама движуха, которую ДК проводит, вопросов нет, это всё круто, но здесь как будто важно делать хорошие песни. И это получилось, вот здесь это получилось, это очень важно. Сейчас очень много интересных вещей, когда ребята что-то быстро делают, там вот и трикота делают, и бустер делают, и крит делают, и ещё другие ребята делают, там типа там трек за 15 минут, трек за то, трек за это, там какие-то... Рафлянка даже с известными личностями, как будто не прокатит. Вот это работает, потому что это не сделано ни на отъебись, это сделано крепко. Тут дело не в шоу, вообще не в шоу, и даже не в личностях, которые это сделали. Это просто прикольная песня сама по себе, особенно... А клип её вообще дико раскрываю. Вы знаете, самое приятное для творческого человека, когда он что-то делает, это не то, что там просмотры, хотя это тоже безусловно приятно, а то, что люди все начинают выкупать, короче. Просто вот всё, что ты вкладывал, все вот эти прикольчики, хитрюшки всякие там, какие-то мелочи, все выкупают, все об этом пишут, блядь, это пиздец приятно. Поэтому, я говорю, мотивация страшнейшая после этого, блядь, что-то дальше делать, это пиздец приятно, ужас. Я понял одну мысль, вообще, ну вы заметили, да, у этих, короче, у этого клипа какой-то вайб, ну, может быть, я нагоняю, но я тоже видел такие кучи комментариев и без моей помощи. Вайб 18-19 года, есть же момент, да? Я подумал, что это охуенная идея, понимаете, типа делать, короче, сделать это прям как рубрика полноценная. То есть, раньше я выпускал пародии, но и выпускал, естественно, клипы своей песни, а здесь можно это превратить как бы в рубрику, да, с прикольными клипами. Они, то есть, смешные, забавные, ну, идея, короче, на эти клипы, но не клоунские, да, по факту. Я уже взрослый человек, мне уже клоуничать сложновато, короче, моменты, хотя я люблю это, ну, 100%. Совместками, либо сольно. Можно делать прикольные, классные песни, которые можно отдельно от клипа спокойно слушать, да, наушника гонять. Но забавные идеи, короче, для клипа, это же пиздец, ну, реально, ну, я до этого дошел до самой очевидной мысли, это же реально новый вид пародии, понимаете, типа. Это же реально, это и контент постоянный можно делать, то есть клип, в клипы не вкладывать миллионы рублей, блядь, снимать за 100-200 тысяч рублей, блядь, и все, и ебашить, блядь. Ну, делать такие, это же бомба, блядь, бомба, как у Стрикала, ну, в том числе, да, вы поняли, короче, это же охуенно, у меня есть парочку идей, их надо доработать. Блядь, вообще хорошо, и можно так на совместке еще людей звать, да, совместно делать какие-то идеи, сольно, потому что, ну, мне нельзя, ну, вы понимаете, короче, конечно, совместки это приятно по просмотрам, 100%, но нельзя, короче, акцентироваться на этом. У меня как будто бы канал будет только из совместок, только за счет чужого фейма, надо же себя тоже хуярить. Короче, бомба, блядь, я думаю, это вообще идея хорошая, вперед, блядь, а то от Эвой станешь, ну, уж вряд ли, давайте, будем честны, вряд ли это получится, ну, да. Ну, да, а то мне писали, блядь, тоже, конечно, сука, да, давайте тоже, тоже мне писали, конечно, в этом, в ТикТоке я видел там парочку комментариев, ну, там не так много людей, но тоже вот этот момент. Ну, ты же понимаешь, что без Брайн Мапса просмотров было бы там меньше, не так бы хайпануло, там вся хуйня. Да, да, все, закончили, не-не, я говорю о том, что, бля, ребят, вот, знаете, вот злых людей, да, вот у меня есть теория злых людей, сами шарите, бля, ведро устриц. То есть я как бы не отрицаю, я на себя одеяло не тяну, конечно, я воспринимаю на свой счет, когда вот говорят, как Макс запел, какой у него там текст, ну, текст я писал, вот, и все остальное. Конечно, я воспринимаю на свой счет, но, естественно, естественно, большой фейм, ну, блядь, он пиздец, звезда, вы посмотрите, у чувака 17 миллионов подписчиков. Я же даже не знал этого, когда мы сняли эту хуйню, прикиньте, я даже, я думал, ну, 10, 12, ну, 17. Конечно, вот в ТикТоке то, что там Форс, там, конечно, конечно, 100%. Ну, давайте, короче, вот немножко, знаете, среди всего этого, давайте немножко мне тоже отдадим, блядь, какого-то уважения, ну, как бы за то, что я это сделал, блядь. Да, 100%, блядь, я не знаю, как сказать правильно, ну, вы поняли, короче, то есть, да, 100% просмотра его, ну, я же тоже немножко поработал, ребят, давайте какую-то капельку, вот. Ну, допустим, я написал песню, текст, клип снял, смонтировал, покрасил, хуясил, срал, сал, блядь. И можно вот немножечко вот тоже сказать, ну, ты тоже молодец, бля, меня просто, вот это обесценивание вечно, меня это не задевает, но просто у меня это вызывает недоумение, короче, поняли, какое-то, блядь. Не надо говорить, что я полностью красавчик, 100% совместная работа, кстати, мы вот бабки с песней поделили поровну, ройалти, поняли, потому что, конечно, он вложился своей там медийностью 100%, ну, вот, блядь, вот чуть-чуть хотя бы сказать, ну, ты тоже красава. А то, помните, когда я концерты, стадионы собрал, 5000 плюс человек, мне тоже рассказывали, ну, это тебе просто повезло. Да, конечно, то есть я не отрицаю, это везение очень большое, 100%. Ну, я, может, тоже, сука, постарался, блядь, ну, вот хоть чуть-чуть, блядь, сказать, ну, ладно, ты тоже вот, ну, и ты, конечно, это везение 100%, лояльность твоей аудитории, там, что они тебя любят, приходят, ну, и ты тоже вот чуть-чуть, конечно, ну, ты молодец, блядь. А то, блядь, вот что они делают, все обесценивается. Я, конечно, я говорю еще раз, меня не задевает, но я недоумеваю, это очень странная хуйня. Да не надо меня нахваливать, ребят, не надо, не надо, да я не прошу себя нахваливать, просто вот, когда вот такие моменты бывают, я такой, блядь, ну, реально, типа, непонятно, что это же тоже коллективная работа, поняли, типа. Вам спасибо всем за поддержку, огромнейшую, этого клипа. Там с ютубом, ну, вы все знаете, что у меня с ютубом определенные проблемы, потому что я давно не выкладывал, и мне сам Макс подсказал, что из-за того, что я удалял, я, ну, у меня же была практика раньше удалять свои старые ролики. Из-за того, что я их поудалял, у меня канал 100%, это даже не обсуждается, ребят, в каком-то, ну, так скажем, теневом бане, да, условно, потому что, сами посудите, блядь, 2 миллиона просмотров и 400 тысяч лайков, вы понимаете, соотношение вообще какое неадекватнейшее, блядь, неадекватнейшее соотношение лайков и просмотров, неадекватно, такого не бывает, 400к лайков, ёб мой рот, и какие нахуй 2 миллиона просмотров, да у меня, у меня, я смотрю аниме, миллион лайков, но там, блядь, прошу, прошу меня простить, 26 миллионов просмотров, понимаете, блядь, вот, смотрите, 26 у меня миллионов просмотров, да, и миллион 100 лайков, вот, вот это адекватное соотношение лайков и дизлайков, хотел сказать, и просмотров, но, блядь, ёб мой рот, какие 2 миллиона просмотров на 400к лайков, Это бред, это каждый третий лайк поставил, да мне даже ролик должен улететь нахуй. Да у меня на ролике уже 10 лямов должно быть, я вам серьезно, 100% блять. Ну ладно, уж не особо расстраиваюсь, ну бля, ладно, расстраиваюсь, ладно. Но я просто, знаете, что меня больше всего типа расстраивает, что так будет продолжаться дальше и это не изменится. Если я продолжу снимать клипы какие-то, они так и будут тонуть, короче, без рекомендации, понимаете. Будут просто, короче, свои маленькие просмотры набирать и оставаться. Это вообще, я вот этого очень сильно боюсь. Не то, что вот этот клип не зайдет, он может быть со временем наберет, возможно такое, да, там 10 лямов, может быть. Ну судя по форсу, должен по идее. Но я боюсь, что дальше я буду выпускать, короче, какие-то свои работы, они просто не будут в рекомендации залетать. Учитывая, что там Brain Maps, ебаный рот, блять, у меня 2 миллиона просмотров, понимаете, ну это вообще, короче. Короче, к чему я? Я надеюсь, что я когда начну уже попериодически выкладывать, если начну, да, какие-то ролики, клипы, что рано или поздно канал раскачается и выйдет, короче, из этого теневого бана. Я надеюсь, блять, я надеюсь. Если нет, блять, ну придется создавать новый канал. Ну я, блять, ну я очень не хочу этого делать. А фреймтеймер, да, конечно, будем. Ребят, сегодня эту тему точно обсосем. Блять, мне очень интересно, это пиздец. Вы даже не представляете, насколько это интересная тема просто для обсасывания. Блять, я говорю, мы сегодня все обсосем. Я говорю, я не все видел специально, чтобы, ну вот, свежие реакции оставили. Ну там моменты видел какие-то. Ну естественно, я вот, говорю, я вот к этой ситуации буду без хейта особо относиться, там, к Моргенштерну, еще что-то. Просто вот как контент, да, будем воспринимать. Я думаю, там вообще прикольно, блять. Я уверен, там вообще месил. Я уже видел, да, этот. История в Телеграм, да я потроллил, да Моргенштерна потроллил. Вы что, не поняли, блять? Я, короче, знаете, что спор... Он же сейчас, ну, ну вот я, опять же, без агрессии, ребят, какой-либо. Типа, просто я как контент говорю. Ну, типа, на друзей там нападают, поняли? Типа, жестко хуять, короче, всех. И я вспомнил, где мы смотрели ролик, и он там такой... Знаете, вот эти злые люди, которые, короче, не нравятся, как они живут, и они на всех прыгают. Я такой, бля, как смешно, что сейчас на него это, да? Типа, его слова, которые он говорил месяц назад, как будто себя нынешнего описал прям. Причем месяц только прошел. Я такой, бля, было бы смешно выучить, короче, весь его спич наизусть. И, короче, рассказать, бля. Ну, согласны, да, типа, прям один в один? Вот то, что он говорил про вот этих злых людей, это прям про него, бомба. Мне понравилось, бля. Мадилов хочет, чтобы ты ему бит написал. Ребят, а, да, да, я вспомнил. Я хочу предупредить о том, что я не битмейкер. Я не пишу биты, короче. Я продюсирую песни. Если он хочет, чтобы я ему написал музыку, то я должен продюсировать всю песню, а не написать бит. Ну, это мое, так скажем, условие. Ну, короче, мне не особо нравится, когда мою музыку битами называют, короче. Ну, это не в претензию Мазелову, то есть. У него просто свои, типа, формулировки, короче. Я же понимаю, что он не в обиду мне говорит. То есть, естественно, никаких проблем. Но я просто говорю, что я продюсирую, типа, песни, а не биты пишу. Если только вопрос формулировки вообще, тогда все. Если он именно хочет, чтобы я написал биток, под который он там сам напишет что-то. Блядь, ну, мне такое не нравится, короче, так скажем. Поняли? Вот так. Мазелов включал Янину под твой клип. А, ну все, значит, ничего не будет. Тогда хуй ему, вот что могу сказать. Так, кто еще там? Кто еще там меня, блядь? Каша. Каша сказал, когда увидел в клипе Лизу. Бебрину сказал, Лиза, а где Руслан? Ему тоже, с ним больше не общаемся. Так, второй. Хесус. Ой, дай... Ой, блядь, ребят, вот... На все, что угодно, но вот только не его обсуждать. Всем уже похуй давно, реально. Все уже поняли свои выводы, сделаны. Понимаете, о чем я, блядь? Букер, тоже не котируем. Третий, блядь, все, не котируем. Не, еще раз говорю, я говорю, да, блокнул, короче. Но просто из-за мемаса вот этих, короче. Ну, меня... Меня бесит уже эти темы, блядь. Я, видите, я уже... Ой, блядь, к этим тиктокам, к этим шуткам я уже сам спокойно отношусь. Меня это вообще не затрагивает уже давно, блядь. Вот, ну, блядь, вот эта хуйня, ну, короче, просто заебала, реально, откровенно. Потому что я просто сам отгораживаюсь от этого. Поняли, что у меня этого не было. Пускай это эмоции у других вызывает, правильно? Да, я там, я сегодня, вчера банил, короче, пиздец. У нас немножко эта самая прошла. Инквизиция, блядь, детей, нахуй, из комментариев. Боже, блядь, там, да, были моменты, конечно, кринжовые. Такую хуйню понаписывали, я всех перебанил. Из телеги, блядь, из тиктока, да в пизду, боже мой, блядь. Все равно на концерт им нельзя будет приходить, какая разница, блядь. Да там всякая шиперская хуйня, блядь. Просто, ну ладно, еще смешно шутили бы, боже. Там прям вот ты читаешь, тебе просто такой, фу, блядь, да, блядь. Ну прям противно читать, поэтому я позабанивал, нахуй. Таракашины, да-да-да-да. Не-не, я говорю, ладно приколы, приколы я же, естественно, выкупаю. А там прям бред, прям детский бред, короче, вот такая хуйня. Букера забанил, ну вы знаете же за что? Я же к нему никакие претензии не имею, я баню, чтобы не видеть в рекомендациях определенного характера контент, поэтому он снял, я подумал, да блядь, не хочу это видеть и все. Так-то у меня вообще никаких претензий, естественно, вообще никаких. Дрэкаша, а там ничего, ребят, да я пришел, я вот пришел не на стриме, типа, еблом торговать, а с чуваками потусить. Да ничего, просто сидели там. Я пришел, сразу Свету Солар гнобить начал. Гнобил Свету Солар до того, как это стало мейнстримом. Я, значит, захожу, и она такая, привет, Даня, ну у нас, знаете, такая взаимная неприязнь, так скажем. Я такой, привет, Света, я кладу сумку свою, ну, через плечо, которое я говорю, ребят, последите за сумкой, чтобы Света туда ничего не украла. Деньги. Мне говорят, а сколько там? Я говорю, ну там точно трехзначное число, понимаете, о чем я? Потому что Света точно бы украла, блядь. Следили вообще жестко. Да ничего такого, просто посидели, я, по-моему, домой уехал. Как тебе червь? Ну, ну, никак, ребят, никак. Заебывает очень сильно, когда напивается. Есть такие люди, которые мне, конечно, прям... Не, не особо мне нравятся люди, которые не могут нормально себя вести, короче, под алкоголем, так скажем. Не просто когда всем весело, поняли, и тоже на кураже быть, а просто когда ему только вести. Ну, я без претензий абсолютно. Абсолютно. Это друг каши, ребят, не обращать внимания. Ну, короче, ладно, у меня претензий никаких. Мне он праздник не испортил, так скажем, все четко, просто. Ну, заебывал. Ну, в принципе, да и похуй, правильно же? Кому не похуй, вот и все. Света испортила. Ну, слушайте, она куда только не придет, просто сидит, молчит, уже все испорчено, понимаете? А что DDA-T делал на проде трека? А вы шарите кто это? Нихуя себе. А он что, известный чел? Или что? Я просто не шарю, ребят. Это чувак, с которым я... Ну, вот, по крайней мере, сейчас стараемся работать, музыку писать вместе. Ну, как вместе, он мне доделывает, короче, поняли? Технарь мой. А, он на мои песни ремиксы делал? Да-да-да, поэтому вы знаете его точно. Да чел написал вот этот, Даня его зовут. На почту написал, я объявление делал о том, что, типа, ищу технарей, которые музыку будут за меня дописывать. Ну, типа, творчество за меня не надо, конечно, делать, да? Но, типа, мне нужна просто правая рука по музыке, потому что у меня разваливается, поняли? Все падает из рук, я не успеваю нихуя делать. И он мне написал, ну, точнее, один из тех, кто был, заявку скинул. Я послушал демки, а там, пиздец, мелодия. У чувака реально дар, блядь. Все сработались, вот он сводил, короче, досводил Несей Любовь. Вообще, ну, прилично вышло. Мастеринг, конечно, не он. Мастеринг у нас в Dolby Digital, ребят. В Dolby Atmos, Dolby Atmos. Ну, короче, да, заебись. Вписку с Хованский, конечно, смотрел. Бля, ребят, мы когда снимали Клит Дэд Блонд, мне Вася из списки сказал, говорит, а как думаешь, нормальная идея, если я поеду к Хованскому снимать вписку, типа? Ну, типа, спустя долгое время, я говорю, конечно, да. Конечно, я прям его убеждал, что да, едь, ты че, конченый, это очень интересно будет. Шарю, блин. Он поехал, реально, прикиньте, послушал, поехал. Ну, я думаю, он у всех спрашивал, ему все говорили да, потому что это реально контентище. Я вообще, когда этот клип монтировал или снимал, скорее снимал, нет, скорее монтировал, ну, короче, где-то в этот период, так скажем. Что ты нашел в шпане? Может, в жизни они прикольные ребята, но вы иники очень сомнительные челы. Спасибо большое, Кактус. Я присоединялся изначально, когда они контент пилили на Твиче. Я хотел что-то поделать, помимо того, что я просто АФК сижу, чтобы я приходил. Ну, мне, естественно, сейчас не особо нравятся их рубрики, но в жизни тусуемся иногда. Не знаю, чего они такого сомнительного. Раньше, да, я помню, у них были моменты, короче, вот старые их, короче, где они там пранковали. Ну, я сам это высказывал публично им, то есть, что мне это вообще не нравится. Но они, по-моему, от этого отошли. Я самостоятельный, короче, я себя каким-то полностью объединением не причисляю. Я также в 89-м нахожусь, но вы видите, что я в активах 89-го также не особо участвую, короче. Короче, ну, как-то меня надо тоже немножко раздельно, короче, воспринимать. Вот, потому что у меня были печальные опыты. Но ты видел, какую заднюю дал мелкомейкер, как только у него ролик слабый собрал. Да, да, видел, я ему написал, он там, он делал пост о том, что, ну, я, короче, в ролике все расскажу. Да, я не прав, ну, там расскажу. Я ему написал коммент, что ты извиниться-то не хочешь, бля, он же меня обзывал. По факту-то он признает, что он не прав, получается, он просто так меня обзывал, да, не за дело. Но он мне ответил, что, брод, да прости, прости, я говорю, ладно, я, я говорю, я не души добивать пришел. Ну, посмотрим ролик или нет, наверное. Мне лично похуй, на самом-то деле. Бля, нахуя я по факту акцентирую на этой истории? Потому что для меня все, и, как бы, закрыто все, я, ну, как бы, своей страны, мои полномочия, все, бля, меня больше ебать ничего не должно, правильно? Ну, я так и написал, что я тебя добивать не собираюсь, там, что-то душить дальше. Остальные разберутся, правильно, без меня.